Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Будильщиками работали живые люди Они ходили по городу и стучали Во все окна и двери, создавали Звуки трещоткой и использовали Поливательные трубки Эта профессия просуществовала до 70-х Годов 20-го века и насчитывала Несколько поколений будильщиков Профессия умерла окончательно Когда будильник смог себе позволить Даже самый нищий человек Но давайте вернемся назад В то время, когда о существовании будильника Не знали и вовсе Нет, не настолько далеко Нужно ли говорить, что много лет назад Люди занимались лишь земледелием Рыболовлей и торговлей А их рабочий день был от рассвета До заката солнца Поэтому люди всегда просыпались С восходом солнца, чтобы успеть сделать Все задуманное и ложились спать С наступлением темноты То есть свет от восхода солнца И был естественным будильником для людей Также естественным будильником Для многих служил петух Который всегда кукарекает на рассвете Есть такая теория, что некоторые люди Перед сном выпивали определенное количество воды Для того, чтобы проснуться тогда Когда им захочется в туалет А время и количество воды Подгадывали индивидуально Людей, проживающих в городах И работающих на фабриках Будил заводской свисток Это было сделано для того, чтобы Приучить трудящихся к дисциплине Также хорошим будильником для своих жителей Служили городские колокола Которые призывали людей к труду Или обороне города Но самым надежным и эффективным Будильником для человека Является внутренний будильник Считается, что каждый человек Сможет развить этот биологический процесс И просыпаться по собственному заказу Без посредников И вот вам несколько рекомендаций Перед тем, как уснуть Лягте и расслабьтесь Три-пять раз повторите время В которое вы хотите проснуться После этого спокойно засыпайте Можете быть уверены Вы проснетесь в нужное вам время И еще один способ Научитесь ложиться спать И просыпаться в одно и то же время Каждый день, включая выходные Будьте уверены Со временем Зависимость от будильника пройдет Да, первое время Вы можете нервничать Чтобы не проспать Но со временем Научитесь просыпаться Тогда, когда вам нужно Вот такая она История будильника А вы всегда забудете будильник? Напишите об этом в комментариях Ставьте лайки И подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok